Если мы спросим детей, что они знают о князе Владимире, каждый из них скажет, наверное, он был крестителем Руси. С исторической точки зрения это, пожалуй, самое главное. А что же главное с точки зрения духовной? Об этом можно говорить с детьми, используя зрительные образы. Перед нами князь Владимир в разные периоды его жизни. Смотритесь в эти лица. Что мы видим? На первом полотне это суровый и безжалостный язычник, холодно взирающий на гору богов, деревянных, безжизненных идолов. Княженье его началось с убийства родного брата Ярополка. Он был жесток, злопамятен и наделен самыми разными пороками, среди которых прежде всего непомерное сластолюбие. У Владимира язычника было пять жен. Одна из них – полотская княжна Рогнеда, мать Ярослава Мудрого. Она отказала князю Владимиру и оскорбила его, назвав сыном рабыни. Он захватил Полоцк, убил ее родственников и сделал своей женой. Рогнеда родила князю четырех сыновей и трех дочерей и избежала участи быть убитой лишь потому, что сын Изяслав заступился за нее. Помимо пяти законных жен, князь имел сотни наложниц. Ненасытен был в блуде, приводя к себе замужних жен и девиц расслевая. Так с осуждением писал о Владимире летописец. Кроме того, Владимир был и ярым противником христианства. После вступления в Киев он устроил на холме настоящий языческий пантеон. «И поклонялись люди им, нарицая их богами», – рассказывает летопись. В 983 году после одного из походов Владимира на Перуновом холме было решено устроить и человеческие жертвоприношения. «Жребий пал на двор варяга-христианина, и киевские язычники потребовали принести в жертву его сына. Варяг не подчинился им. В отместку киевляне разметали весь его двор и подрубили сени, на которых он стоял с сыном. И так убили их. Эти варяги, Феодор и сын его Иоанн, стали первыми в русской земле мучениками за христианскую веру. Вся эта жизнь князя-язычника отражена в его жестоком лице, запечатленном на картине Воснецова. А теперь всмотритесь, пожалуйста, в другие картины. Что мы видим на них? Как происходит преображение князя? На второй картине он задумчив и мечтателен. Какие мысли приходят молодому князю, ведущему коня под вечным небом? Мысли о вечности и своем месте в ней? Возможно. Пусть дети поразмышляют об этом, глядя на картину современного художника Сергея Николаевича Ифошкина. Ведь есть о чем подумать, над чем поразмышлять. О чем задумался князь на третьем полотне? Художник Алексей Филатов рассказывает нам, как греческий философ, рассказывая о своей православной вере, развернул перед князем завесу, на которой была изображена икона Страшного Суда. Так о чем так глубоко задумался князь? Возможно, именно сейчас он переосмысливает все, что происходило с ним в жизни до этого момента. Посмотрите, какой перелом происходит в его душе. А что же дальше? А дальше крещение. Мы видим просветленный лик князя, стоящего перед крестом. Это уже не безжалостный язычник. Это человек, увидевший свет Христов. А на этом полотне мы видим его полного решимости привести к свету свой народ. А что же в конце? Лицо смиренного, мудрого человека, стоящего у гробницы своей бабушки, святой равноапостольной княгине Ольге. Это она, одна из первых христианок на Руси, причисленных к лику святых, когда-то в Киеве воспитывала своего внука Рабичича, сына рабыни Малуши. Жизнь князя Владимира делится на два периода, до и после крещения. Первый период был очень коротким, до 25-летнего возраста. Мы видим, как князь очень быстро духовно зрел. Из летописей мы узнаем о том, как он выбирал веру, что к нему приходили послы, и каждый нахваливал свою веру, что князь отправлял своих послов убедиться в истинности и красоте разных религий. Конечно, об этом нужно рассказывать детям, приводя им интересные цитаты из летописей, литературных и исторических источников. Но для нас, педагогов, пожалуй, важнее вспомнить о том, что с детских лет князь Владимир впитывал в себя рассказы своей бабушки. Разве не она вложила в его душу духовные и нравственные зерна христианства? Разве это не они проросли, заставив его понять, что вся предыдущая жизнь была греховной. И об этом ведь нужно говорить детям, о том, что заложенные из детства зернышки обязательно прорастут, чтобы они помнили о них и взращивали по мере сил и возможностей. Да и нам, самим педагогам, этот факт жизни князя Владимира следует помнить. Ведь мы часто сталкиваемся с такой проблемой. Вкладываешь, вкладываешь в детей разумное, доброе, вечное, а результата вроде бы и не видишь. И порой приходит отчаяние. А зачем все это? Может быть, зря? Ну вот вам пример. Княгиня Ольга и князь Владимир. И сразу понимаешь, не зря. Пусть не сегодня и не завтра, но все равно прорастут эти духовные зернышки в наших детях. Только нужно вкладывать неустанно. Весь второй период своей жизни, до самой старости, князь Владимир, как отец, заботился о духовном и материальном благе своего отечества. В 987 году на Совете Бояр он принял решение о крещении по закону греческому. В обмен на это решение ему пообещали руку сестры византийского императора Василия II Анны. Но обещание не выполнялось, и Владимиру пришлось добиваться руки Анны военной силой. В 988 году он захватил Корсунь, угрожая пойти на Константинополь. Император Василий II потребовал крещения князя, чтобы сестра вышла за единоверца. Получив согласие Владимира, византийцы прислали в Корсунь Анну со священниками. Но добившись своего, Владимир не спешил креститься. И с ним случилось то, что перевернуло всю его жизнь. Он внезапно ослеп. Принцесса Анна тогда посоветовала ему поскорее принять святое крещение. Владимир вместе со своей дружиной крестился и принял имя Василий. После этого совершилось чудо возврата зрения. Это было и физическое, и духовное прозрение. Мир для него преобразился. Из страстного, гордого язычника он переродился в целомудренного, кроткого, необычайно милосердного и доброго человека. Красным солнышком называл народ князя Владимира. После крещения он освободил от супружеских обязанностей всех своих бывших языческих жен, а сам сочетался браком с византийской принцессой Анной. Крещение князя Владимира с боярами и дружиной было началом крещения всей русской земли. Князь двинулся к Киеву. Впереди несли кресты, иконы, святые мощи. В Киеве князь собрал 12 своих сыновей и, подготовив их к принятию святой веры Христовой, крестил в источнике, получившем название «Крещатик». Вместе с ними крестился и весь дом его, и некоторые бояре. Потом Владимир приказал приступить к массовому крещению, повелел везде сокрушать языческих идолов, одни были сожжены, другие изрублены. Главного же идола Перуна с серебряной головой с золотыми усами было приказано привязать к хвосту лошади, стащить в Днепр, молотя палками для публичного поругания, а затем провожать до порогов, чтобы никто не мог вытащить его. Идолу привязали камень на шею и утопили. Кануло в воду русское язычество. Князь Владимир под вечным небом. Когда-то тоска по этому вечному небу коснулась его души. И мы, православные педагоги, должны сделать все возможное, чтобы эта тоска по вечному небу коснулась сегодня душ наших детей. Чтобы каждый из них захотел стать лучше себя сегодняшнего, подняться хотя бы на одну ступенечку выше. Мы должны воспитать в детях эту тоску по небу и непреодолимое желание приблизиться к нему. И примером нам в этом служит святой равноапостольный князь Владимир. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ